В строительстве еще одного Чебоксарского садика, который находится на контроле полномочного представителя президента ФПФО, обсуждали сегодня в ходе личного приема граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единой России» Дмитрия Медведева. Прогнозы оптимистичны и житель района Садовой получил ответы от главы региона и на другие свои вопросы. Хотел начать сразу с отток благодарности за программу, которая у нас в Чувашии идет по коммерческому найму. Я получил квартиру по коммерческому найму. Очень доволен, что она есть, что молодые мы можем это купить, что нам это очень полезно. А в вашем районе жили? В живом районе Садовой получил квартиру где-то 8 января 2012 года. Эдуард Игнатьев – отец двоих детей. Но для них в новом районе еще не построили ни школы, ни детского сада. Каждый будний день молодому отцу приходится отвозить старшего в новоюжный район Чебоксар на учебу. Эти трудности временные, заверил глава республики. Садик в Садовом уже строится. Через полтора года дочь Эдуарда и другие маленькие жители микрорайона смогут его посещать. А школа появится к 2018 году. И учиться здесь могут полторы тысячи чебоксарцев. Еще один вопрос, который поднял Эдуард Игнатьев – освещение района. Вернее, его отсутствие. На замерку сейчас возьму и до конца дорешили. Там есть вопросы с коммунальными технологиями, чего же энерго. Вот я неделю назад собирал их всех. Тут друг на друга смотрят. Сейчас до конца все это разрешено. Потому что финансовые средства выделены за счет бюджета. За счет бюджета построены небюджетные источники, чего же энерго. И поэтому наша задача – довести до конца и чтобы вы получили соответствующее освещение. А вот жители дома номер 9 по улице Афанасьева беспокоят плащевное состояние их жилья. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу с момента строительства, то есть с 1979 года. Дом был включен в программу капремонта. В 2013 году деньги были выделены, но их хватило лишь на то, чтобы поменять внутридомовые магистральные трубы и поставить четыре новых лифта. Недавно в доме случилась авария. Полетела дренажная система. Того и гляди, треснет фундамент. Беспокоится Валентина Матвеева. Михаил Игнатьев обещал, что аварию ликвидируют, систему приведут в порядок. Вопрос создания республиканского кадетского корпуса на приеме поднял председатель общественной организации Союз ветеранов военно-морского флота Чувашии Владимир Крюковский. Он отметил, что без поддержки органов власти открыть его будет невозможно. Согласно новому закону 273 образования, статье 86, создавать такой корпус может только субъект федерации. Те кадетские классы, они разрознены. Вот в Чебоксарах находятся две кадетские школы. Это 14-е и Кочетова. Но у них нет интерната, где дети могли бы с республики и жить, и учиться, постигать все азы и науки. Не только общеобразовательных дисциплин, но и, соответственно, военных. Михаил Игнатьев отметил, что вопрос без внимания не останется. И предложил открыть корпус в Чебоксарах на базе кадетской школы имени Кочетова. А в Кугесе на базе коррекционной школы-интерната – его филиал. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.